Всем привет, ребята, с вами Дричент, и да, вы на моём лайв-канале. Ребята, экспериментальный выпуск, если вам зайдёт, поставьте лайк. Это проект «Я вешу 300 килограмм». Если вы кушаете, приятного аппетита. Надеюсь, после этого выпуска будете стараться кушать более правильную еду и следить за своим здоровьем. Ну что, мы начинаем. Если вдруг вы не подписаны на лайв-канал, самое время это сделать. Не думала, что стану такой. Я всегда дома. Редко выхожу. Ядрыть и мадрыть. В своём теле я как в ловушке. Боже, выглядит как... Честно, выглядит как котик. Как мошонка. Вот сотни пациентов с весом около 300 килограммов ложатся на операции. Порой я чувствую себя мёртвой. Как будто и не живу. Я похудела бы без операции, если бы могла, но выхода нет. Да. Их шансы на продолжительный успех меньше 5%. Нам нужно изменить эту динамику. Всё кончено, я сдаюсь. Я ухожу. В течение года мы следили за жизнью пациентов с избыточным весом, пытающихся вернуться к нормальной жизни. Мне больно. Кто хочет бургер? Осторожно. Я не виновата в том, что ты теряешь или набираешь вес. Хватит. Это сработает, обещаю. Это история Кристины. Кристинка. Здесь кто-нибудь есть? Ей очень плохо. Нужна срочная помощь. А я думаю, что бывают в Америке такие широкие скорые машины? Заметили? Там скорые очень широкие. Это вот у нас, там в СНГ страна хуже, чтобы там везде проехать. А вот в Америке такие широкие ездят. Я вешу 300 килограммов. История Кристины. Ну, давайте. Путешествие начинается с первого шага. Но иногда он заключается в том, чтобы встать на ноги. Кристина Филлипс. 22 года. 22 года. Офигеть. Вес 290 килограммов. Саут Хейвен, штат Миссисипи. Я еще Пушенко. Жесть, 22 года. С моим весом все трудно. Это же бляха-муха. Это что нужно так жрать? В каких количествах, чтобы так разнесло? Просто дойти от гостиной до спальни. Я задыхаюсь. У меня подгибаются колени. Вы вообще прикиньте, как такой вес таскать на себе? Вот просто 300 килограмм. Там многие люди даже не встанут с таким весом. Это ж трындец. В своем теле я как в ловушке. Бля, посмотрите, какая она. Она аж расплылась по этому стулу. По креслу. Я не могу гулять. Не могу водить машину. Не думала, что стану такой. Я всегда была крупной. В седьмом классе весила 130 килограммов. В седьмом классе девочка весила 130 килограммов. Когда я была маленькой, родители вечно ссорились. Мне было страшно. Это одна из причин того, что я стала переедать. В 17 лет я увидела на весах цифру 181. Просто не верилась, что наберут такой вес. Охренеть. Я самая старшая в семье. Родители спорили, ссорились, кричали. А я считала, что должна защищать от этого брата и сестру. Мы с сестрой всегда были очень близки. Бля, сестра, смотрите, вообще. То есть ни капли нету какого-то сигнала на ожирение. Из самого детства. Она мне как вторая мама. И даже здесь, я так понимаю, вот она, да? То есть она вообще была худенькая сестра. А вторая просто жрала не в себя. Офигеть. То есть ни херна это, она там генетика. Она всегда была крупной, но к 18 годам все зашло слишком далеко. Она стала такой, как сейчас. Бля, ты ж прикиньте, а что это? Лет 18 у меня на ногах появились жировые отеки. У меня лимфатический отек на ноге, а еще на боку. Это жировые отеки? Отвратительное зрелище. Появление отека стало переломным моментом. Все стало еще хуже. Я не могу сама о себе позаботиться. Осторожно, не дави. Бля, выглядите, если честно, как яйца. Вот так. Заку и маме приходится опекать меня. Это парень. Я встретила Зака в 18 лет. Нас познакомила моя сестра. Он был забавный, мы начали встречаться. И с тех пор не расставались. Я не думал про ее вес. Это была любовь с первого взгляда. Она умная, очаровательная. Лучше просто не бывает. Но это любовь. После замужества я набрала 100 с лишним килограммов. При последнем взвешивании было 307. Мой вес вышел из-под контроля. У нас с Заком своя квартира. Это мама. Мама живет рядом. А прикиньте, как она там все преет. Это все же нужно мыть. Она помыться даже не может. То есть, наверное, все ее моют, протирают. Она очень помогает. Жесть. Забота о крестине. А вот как это? Вот ты похудеешь. Эта штука тоже нахрен уходит? Или нахрен нужно отрезать? Или что? Как? Не как полный рабочий день. Она мало что может сама. Мне нужна помощь, чтобы одеться. Тупо на ногах. Встать в постели. Лечь в постель. Больно. Тяжело видеть ее такой. Жесть. Я очень за нее переживаю. Готова. Она называет себя обузой. Но она не обуза. Она моя... Не, я знаю, что в Америке, знаете, бывает некоторым выгодно быть толстым, потому что ты потом получаешь нихреновые деньги от государства по... От того, что ты толстый. Я не паук называется, кто шарит, пишите в комментариях. То есть у них идет тупо... Это как болезнь, инвалидность некого рода. Из-за того, что ты, в общем-то, жирный, чересчур, ты получаешь нихреновые там, по-моему, деньги. Там что-то косарь бывает, долларов, может, даже и больше. Гордость и радость. Но что она ест? Прикиньте-то, что нужно было жрать? В каких порциях? Приходится помогать Кристине держать себя в чистоте. Даже если она дойдет до ванны, ей не справиться одной. Не, ну красавчик, чувак, конечно. Самые обычные отношения мужа и жены, но я верю, что... Заботиться о ней – моя святая обязанность. Ну, чуваку респект, если честно, это прям... Я слишком молода, чтобы так жить. 22 года девки. Ненавижу заставлять Зака и маму заботиться обо мне. Это унизительно. Офигеть. Не хочу умирать в 22. Я еще толком и не жила. Я всегда дома. Редко выхожу. Все время смотрю телевизор. Хотя, если так на нее посмотреть... Ну, симпатичная девчонка. Если ей похудеть, это все убрать. Ну, черты лица как бы... Взрыли. Играю в видеоигры на компьютере. Смотри. Я сижу... Бля, и мама принесла Макдональдс. Блин, твою мать. Ну, понятно все. Как бы родители, как бы нам ее жалко, и мы... Дома и целый день ем. Это ж мак, да? Пора поесть. Чем дольше она сидит в заперте, тем хуже ей становится. А чем ей хуже, тем больше она ест. Кто-нибудь хочет гамбургеров? Мне, пожалуйста, только без соуса. И картошку. Она получает все, что хочет. Бля, чувак, ну ты тоже красавчик. То есть ты понимаешь, что у нее жесткая проблема, но ты ей гамбургер предлагаешь. Ой, такие, знаете, блин, помощники. Ведь я люблю ее. Я боюсь ее потерять, но и расстраивать не хочу. Спасибо. Пожалуйста. Пока. До скорого, береги себя. Мама тоже, конечно, не маленькая. Шестнадцать бургеров, капустный салат и большую порцию картошки. Сколько? Сколько? Шестнадцать бургеров? Маню, шестнадцать? Это так, мы чисто позавтракаем. Я знаю, это вредная еда. И когда я покупаю ее, я чувствую, что тем самым как будто укорачиваю жизнь Кристины. Просто иногда я не знаю, как ей отказать. Уж лучше пусть она ест, хотя я и знаю, что это вредно. Пора поесть. Жесть, то есть ты понимаешь, что ее это все убивает. Ну пусть жжет хотя бы, пусть хотя бы умлет на моих глазах. Я могу допустить, чтобы мой ребенок был голоден. Мне страшно, если она не сбросит вес, она может однажды не проснуться. Да. Я вообще в шоке, когда она еще такое тело носит. Я просто хочу вернуть сестру. Хотя сестра вообще худенькая, нормальная. Пока не умру, сердце остановится. Мне страшно. И должно сложно дышать. Настал переломный момент. Я готова все изменить и начать новую жизнь. Я готова к переменам. Тут только диета в начале. Тут даже никаких спортивных... Кристина видит... Тут, знаете, тут даже спорт никакой не подойдет с таким весом. Она ходить толком-то и не может. Здесь столько жесткий дефицит калорий и все. Тем более еще дефицит калорий по правильной еде. Вес, если, конечно, она будет все соблюдать. Вес полетит просто с неимоверной скоростью. Но это если будут соблюдать. И родители, в общем-то, и все родственники начнут как-то придерживаться этого питания, не жалеть ее. Единственный выход для себя в операции. Хорошо. Готова? Это последний шанс на нормальную жизнь. Я готова к переменам. Да. А я думаю, что в Америке такие большие машины? Ну, популярные. Я понимаю. Конечно. Обычную легковушку. Такое тело впихнуть будет очень сложно. Боюсь, что врач откажется делать мне операцию. Это моя последняя возможность. Типа шунтирование желудка сейчас откажется. Кристина едет в Хьюстон к врачу-специалисту. А, доктор Назардан, который всегда... Да, вроде клиника все та же. Все хорошо. Все хорошо. Дыши глубже. Все будет хорошо. А, ну все, сели и поехали. Ну да. О, зафиксируем вес. Это сколько? Значит, вы решились на операцию по снижению веса. По 300, да? Я так понимаю, это было фунта. Вам нужно знать, для чего она нужна. И о том, что нужно сделать, чтобы добиться эффекта. Ладно. Скажите, кто вас кормит? Кто для вас готовит? Мама и парень, да? Работаете? Нет, не работаю. А вы? Нет, сэр. Вот, смотрите, вопрос. Никто, мать его, не работает. Ну, бля, бабок на все это и на квартиру хватает. То есть, сделаем какие выводы? Ну, я думаю, что не дети миллионеров и не знаю там. То есть, из пенсии, из этих инвалидных денег, они нихреново-то живут. Вашей работой стала забота о Кристине? Да. Да, сэр. Вы понимаете, что будет происходить? Вы будете мешать ее похудению. Да что вы. Поверьте мне. Вы приложили руку к ее весу. Да. Знаю. Вы начнете сбрасывать вес, и они решат, что теряют над вами контроль. Нам нужно изменить эту динамику. Кристина в сложном положении. Очень сложно. Ей потакают. За месяц вы должны сбросить 13 килограммов. Привести себя в форму к операции. Ясно. До такого веса. Хорошо. Она должна показать способность к переменам. Чтобы двигаться дальше, она должна потерять 13 килограммов сама. Я думаю, сейчас, знаете, как бы все да-да-да, но все равно сейчас будут дальше, пока продолжать кормить ее какой-то хренью. Кооперация тоже не станет выходом. Может быть, в дальнейшем, да, пойдет какой-то эффект. В случае, родственники меняются, но иногда они продолжают мешать похудению. Я же волю. Все будет хорошо. Я знаю. 13 килограммов за месяц. Я вешу 300 килограммов. История Кристины. Я вешу 300 килограммов. История Кристины. Меняться трудно. Это не случится само. Иногда только мы сами можем изменить свою жизнь. Первый месяц. Угу. Начинаем. Хьюстон, штат Техас. Кристина с семьей решили перебраться в Хьюстон, чтобы она могла находиться поближе к доктору. Хорошее решение. Много пугает переезд. Я жила в одном месте 4 года, и вот переехала. Но я даже не знаю, сделают ли мне операцию. Вот наш будущий дом. Как я поднимусь, Зак? Я тебе помогу. Хочешь войти сама или тебя вкатить? Не знаю, Зак. Попробуй. Ты справишься, милая? Моя семья сняла здесь дом. А я даже не могу в него попасть. Придется тебе вкатить меня. Хорошо, садись. Осторожно. Вот так. Стой, нет, 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 нет. Серьезно, стой. Давай я. Нога соскочила. Нет, нет. Я помогу. Нет, боже мой. Осторожно. А это бабушка, дедушка ее. Сюда. Да, неудобно. Поищу другой дом. Не плачь, милая. Успокойся. Детка, все в порядке. Пусть поплачет. Она не плакала уже целый месяц. Все нормально. Это было труднее, чем я думал. Меньше писать будет. Моя семья делает вид, что все нормально. Иногда я боюсь, что все перемены будут напрасными. И мы вернемся к тому, с чего начинали. Второй месяц. А месяц прошел уже? А что у нее по питанию было? Не показали? Прошел месяц после встречи с доктором Назарденом. Надеюсь, мне удалось похудеть с тех пор. Думаю, да. Ты заметно сбросила. У меня не было такого аппетита, как раньше. Мы питались фастфудом, как раньше, но я ела немного. А сейчас ты что ела? Никаких двойных гамбургеров, ничего подобного. Сейчас я жрала тоже фастфуд, но, как по моему мнению, меньше, чем было ранее. Это все. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Я нервничаю. Если доктор не увидит потери веса, он не допустит меня к операции. То есть, пока что вредная еда продолжается. Держу. Прибавка в весе 8 килограммов. Ты тоже похудела. Еще и 8 добавила. А, вот она, в общем-то, вам пример, да? Хотя думаете, я начала жрать меньше, жрать меньше. А по факту, жрать меньше ты начала. Офигеть. Итак, вместо того, чтобы сбросить 13 килограммов, вы набрали 8. 17 килограммов. Что случилось? Наверное, это все вода. Я старалась меньше есть. Значит... Я поправил. Я ела гамбургеры, картошка фри. И, честно, временами, вот было у меня вообще, это разрузочный день, только пиццы. Ну, я грешу. Кажется, из-под крана вода бежит несвежая. Это меня от воды разносит. Вода? Ну, тогда вы выпили явно больше тысячи литров. Мы набрали вес, потому что не изменили своих привычек. Мы не могли готовить здоровую еду. Да, это очень типично для тех, кто потакает больным. Отвечать за других. Позвольте Кристине ответить самой. Ладно. Итак. Какое беспечное... А я что говорил вначале? Что я говорил? Что ни хрена пока. Может быть, дальше будет результат. Но ни хрена. Полная срака. Если она сама этого не поймет, что нужно вот что-то менять, и гамбургеры, и вообще в любом количестве, это все уже полная жопа. Только ты надо что-то нахудеть. Если будут жрать салатики, там сейчас овощи больше, но... И опасное поведение. Семья оказывает плохое влияние на ее лечение. Чем вас обычно кормят из фастфуда? Например, сегодня. Не смотрите на него. Гамбургеры. Ну... Смотрите на меня. Гамбургеры, картошка. Я ее не доела. И пицца, когда приехали домой. Я за пиццу угадал, да? Я же говорю, бля, ну просто... Ну, карбланш, бля, собрала. Пицца – не лучший выбор для тех, кто весит 300 килограммов. Но когда вам предлагают фастфуд, вы же можете сказать «нет»? Нет, я не могу. Вы совершенно правы. Это мы сами во всем виноваты. Может быть, забрать ее от вас? Да. Это была бы хорошая идея. Чтобы набрать... Если ее ограничить вообще, ну, если кто-то за ней будет следить, шансы высоки. Ну, понимаете, это тоже не выход, не панацея. Она потом обратно вернется в эту семью, и снова будет все по-старому. Восемь килограммов Кристина должна была потреблять 7 тысяч калорий в день. Поплачь, детка. Но она привыкла есть много и часто. И они не понимают, что она все еще переедает. Да? Я в порядке, все нормально. Дома никакого эффекта не будет. Сейчас нужно держать Кристину подальше от родственников. Чтобы дать ей шанс, мы положим ее в больницу. Ну, давайте. Сейчас шансы могут быть, вот реально, если вы ее охраничите от родственников. Я думаю, они не понимают, насколько велика опасность преждевременной смерти. Она не перенесет пневмонию и даже простуду. А-ля коронавирус и тому подобное, организм ослабленный. Она этого не понимает, и ее семья тоже. Единственный способ добиться успеха – действовать самой. Девки, 22 года. Мама, все будет хорошо. Не плачь. Не плачь. Хотя же с другой стороны, ладно, родители родителями. Ну, младшая сестра. Правильно, младшая. Ну, не такой же запущенный случай. Ну, нельзя начать только на родителей пенять и на парня. Ну, реально. Я не знаю, что со мной будут делать в больнице. Пока. Пока. Люблю тебя. И я тебя. Но сейчас я должна делать все, что скажет доктор. Никогда не оставлял ее одну. Боже, я просто не знаю. Как кормить бы ее? Третий месяц. Кристина провела месяц в больнице на строгой диете. Я, давайте, сколько, похоже. Ну, килограмм 30, думаю, это точно, да? Тысяча калорий в день. Вот, тысяча калорий в день. Сто пудов килограмм 30 должно было слететь. Обед. Спасибо. Хотя, хотя, эти в гости приходили к ней. А мне вот интересно, они когда в гости к ней приходили, они приносили ей еду? Или реально только вот строгая диета? Пожалуйста. Ну, что-то она не выглядит, как минус 30 килограмм. Не буду. Она не хочет. Понимаю. Не хочешь? Нет. Ну, туда я съел. Нет. Вся еда отвратительно на вкус. Я этого не ожидала. Поэтому уже все сутки. Сейчас она почти ничего не ест. Я не хочу давать ей вредную еду, фастфуд. Но? Но если я не принесу его, она не поест. Бля, серьезно? То есть вы берете и приносите с собой еду? О, боже мой. Я не хочу, чтобы она голодала. Кристина поступила в больницу месяц назад. Она сейчас на строгой диете. Да, конечно. Я уже понял, как там строгая диета. Молодец, Кристина, молодец. Она должна потерять 7 килограммов за этот месяц. Всего 7? Так, глубокий вдох, Кристина. 296. Потеря веса в больнице килограмм 800 граммов. Ну, судя по всему, кто-то диету в 1000 калорий вообще ни хрена не соблюдал. То есть месяц побыла в больнице, кило 800 потеряла. Да я посрать схожу, блин. Килограмм, как и не было. Серьезно, с таким-то весом. Ну, сто пудов опять, значит, родители и этот ее, блин, парень приносили хавчик. Ну как? Нормально. Проблема Кристины в том, что вокруг нее всегда находится несколько человек, выполняющих любую ее просьбу. А, ну вот, кола стоит, бургер. Ну все, понятно. Похоже, просто поместить ее в больницу недостаточно. Нужно убить сердцем. Они все равно приносят ей еду, чем убивают Кристину. Я не понимаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый... Странная семейка, понимает, понимает, что вообще ей сложно. Она нахрен сдохнет, уже по ней видно, блин, что лишний вес ее убивает. Ну, я не могу ей не принести гамбургер, пусть покушает. Вы здесь уже месяц? Месяц и один день. И ничего не сбросили? Почти два килограмма. О-о-о. Как так вышло? Не знаю. На дунышку косят. У кого нет догадок? Я ничего ей не покупала. Да, но кто пьет это? Не я. Я пила только воду, как вы велели. Боже, я не смог уберечь ее от влияния родственников. Осталось только надеяться... Мещие родственники, знаете, такие все секунцы, и все как бы, а шо-шо, нет, а не, мы ничего не знаем. Думается, что Кристина станет активней. Вам нужно больше двигаться. Так что я намерен удалить вам лимфатический отек. Хорошо. Да? Конечно. Очень хорошо. Спасибо. Ладно, увидимся. До встречи, спасибо. Обычно мы удаляем такие отеки после того, как пациент сбросит вес. Но в ее состоянии этого трудно ожидать в ближайшее время. Надеюсь, после операции у нее будет мотивация больше двигаться и терять вес. Посмотрим. Три дня спустя. Она на операцию идет. Сегодня один из самых важных шагов к свободе. Четыре года лимфатический отек мешал мне ходить. Я такая, в том числе и из-за него. Утром она сказала, неужели это случится? Не поверю, пока все не закончится. Я хочу снова стать нормальной. Жить обычной жизнью. Не зависеть от мужа и семьи. Я хочу все изменить. Лимфатический отек – это аномальное накопление жидкости. Удаление такого большого отека рискованно. В нем слишком много сосудов. Придется заняться ими всеми, а их более сотни. Если мы, допустим, оплошность, она потеряет много крови, это создаст опасность для жизни. Я вешу 300 килограммов. Сколько они на весах покажут? Реально, там 2 килограмма, 10, 15. Я вешу 300 килограммов. История Кристины. Каждый. Нет? Это сложная операция. Трудно иметь дело с таким большим отеком. Кристина производит удаление лимфатического отека с ноги. Это все пойдет ей на пользу. Надеюсь, все скоро закончится. Она быстро встанет на ноги, чтобы дальше сбрасывать вес. На удаление отека ушло почти 3 часа. Вина себе. 8,5 кило. Мы будем наблюдать за процессом восстановления и заживления. Или это 2? Пусть у Кристины есть возможность стать более подвижной. Но ей придется сбросить еще килограммов 20 перед самой важной операцией. Шунтирование желудка. Ну вот, Кристина медленно просыпается. Привет, детка. Как ты? Все в порядке? Что с тобой? Тебе больно? Господи, она просто покашляла. Что сделать? Не трогайте меня. Она устала. Мне так больно. Мне тяжело видеть боль дочери. Надо принести гамбургер. Ну, я должна быть сильной ради нее. Тише. Четвертый месяц. Да. Хочешь поделать упражнение? После таких видосиков-то особо не хочется дохрена человеку хренового отожрать, согласитесь. И забивать на свое здоровье. Не. Да. Водички. Придим сапоги, что ли? Зак, надень ей обувь. После операции прошел месяц. Теперь, когда удалили отек, я получила возможность больше двигаться. Он уже лучше ходит, да. Я могу подниматься и спускаться по лестнице. Делать упражнения с мячом возле дома. Ну, по-моему, она чуть-чуть меньше стала. Больше всего на свете я хочу сбросить вес. Это мой последний шанс. Я заставляю себя упорно трудиться. А ходить, начиная туда-сюда? Запыхалась? У меня болит желудок. Все пройдет. Да. Я горжусь тобой. Не каждый на это способен. Я понимаю, вы там что вообще не работаете? Вся семья не работает, живет на пособие ее или что? Только не плачь. Ладно. Я счастлив. Батя, глаза красивые. Ты как ребенок. Я вижу твое второе рождение. Пятый месяц. Как быстро время летит. Сегодня я иду к доктору. А, ну вот видите, у них даже на машине нарисовано было, замазали пометкой инвалида. И у меня хорошее предчувствие. Он посадил меня на строгую диету, тысячи калорий в день. И что, соблюдала? Я больше хожу и гораздо реже пользуюсь креслом-каталкой. Ну, я думаю, похудела. Не терпится узнать свой нынешний вес. Блин, мама тоже не маленькая. Я знаю, что мой труд должен окупиться. Не, она похудела, я уже вижу. Меньше стало. Сто пудов. Да. Потеря веса 28 килограммов. Ну, так можешь, когда хочешь. Хотя, подожди, 28, давайте вспомним. Еще шлимфатические эти штуки, узлы удалили, да? То есть там тоже вес был. Но все равно. Привет. Похоже, вы, наконец, настроились на потерю веса. Да. Соблюдаю диету, делаю упражнения. Прекрасно. Я очень рад, что вы сбросили вес. Кристина отлично поработала. Она больше двигается, делает упражнения и теряет вес. Скоро будем готовить вас к шунтированию. Хорошо. Что ж, до свидания. Отлично. Будем уменьшать желудок. Как хорошо. Но это поможет. Чувствового. Ну, как вы, знаете, это такая штука, которая... Надо, чтобы привычки остались мало кушать. Потому что желудок уменьшается. И теперь для того, чтобы получить насыщение организма, требуется намного меньше еды. Но если ты будешь дальше переедать, во-вторых, у тебя будет желудок болеть, а во-вторых, ты снова его будешь растягивать. И высоковероятность того, что могут быть еще какие-то непоправные потом вещи с желудком. Не знаю, лопнутые, может быть, или что-то еще. Осторожно. Но мои старания окупились. Шестой месяц. Сегодня мне сделают шунтирование желудка. Я счастлива, но немного боюсь не проснуться. Хотя без таких перемен я и так могла бы не проснуться. Думаю, это начало нашей новой жизни. Хотя для большого веса нараков тоже очень опасны. Мы сможем жить нормально. Она готова, я готов. Нас ждут большие приключения. Я с нетерпением жду будущего. Я так долго о нем мечтала. Я надеюсь завести детей и не сидеть больше дома. Тебе нужно очень похудеть, чтобы завести детей. У тебя какой огромный живот. Сегодня мы сделаем ей шунтирование. У пациентов с таким весом обычно толстая брюшная стенка. Ее трудно преодолеть, чтобы ввести инструменты. Мы отделяем часть желудка, вмещающую 50-100 граммов. И создаем обходной канал из тонкой кишки. Так пациент сможет найдаться меньшим количеством еды и терять вес. Она готова. Конечно, она ждала 10 лет. Это стоит всех усилий. Она вернется к нормальной жизни. Будет жить так, как всегда мечтала. Но если не будете кормить всякой хренью... Все прошло хорошо. Осталось только наложить последние швы. Думаю, у Кристины все будет хорошо. В самом начале семья не слишком помогала ей. Но они много осознают. А вон, где были лимфатические узлы, вижу шрамы. И поддерживают Кристину на пути к здоровью. А потом, когда похудеет, если похудеет, давайте так, понимаете, сколько... Потом нужно другое. Это удаление кожи. А там этой кожи и... ...ровой жизни. До хренища. Вы можете с ней поговорить. Спасибо. Мама. Детка. Тебе плохо? Больно? Я беспокоюсь за Кристину. Нормально? Но я знаю, она справится. А я постараюсь ей помочь. Мама тебя любит. И я тебя. Через два дня после шунтирования Кристину выписали из больницы. А все? Так быстро? Два дня я можешь ехать домой? Мне не терпится вернуться домой. Но я не уверена, что смогу продолжать правильно питаться. 259. Общая потеря веса – 38 килограммов. У меня столько надежд. Я хочу начать новую жизнь. Голод должен быть чувствоваться меньше. Поэтому я заставляю себя упорно трудиться, чтобы сбрасывать вес. Моя сестра Джесси беременна, и я очень жду племянника. Но ничто не сравнится с тем, чтобы самой стать матерью. Ты дома, милая. Вот так. Мы рады, что она дома. Я готова помочь ей пройти остаток пути. Я не стану кормить ее фастфудом. Я буду поддерживать ее в соблюдении строгой диеты. Ну, дай бог. Я помогу ей воплотить все мечты о будущей жизни. Да и тебе, мама, было неплохо бы похудеть. Джесс, ты голодна? Да. Возьми там печенье. Кто-нибудь хочет мороженое? Нет. Ой, блядь, я буду ее поддерживать. Кто-нибудь хочет мороженого, блядь? Серьезно? Вот. Ну нахрена вы ее провоцируете, блядь? Спасибо. Я знаю, что сегодня будет на ужин. И что же? Вафли и пирожные. Начнем с них. Бля, жесть какая. Что вы делаете? А, правда, надеюсь, я сумею противостоять всем искушениям. Как мне еще разжается. Семья не понимает, как мне тяжело, когда они едят прямо у меня на глазах. Седьмой месяц. Нынешний вес 243 килограмма. Потеря веса 34 килограмма. Нужно взять ключи. Да, собирайся. Ну, только если она сама себя возьмет в руки. Последний месяц. Я понимаю, что от родственников ждать поддержки не стоит. Я значительно потеряла в весе. Я много работаю над собой и придерживаюсь диеты. Скоро вернемся. Я начала многое делать сама. Сегодня особенный день. Я сяду за руль впервые за четыре года. Я привыкла во всем полагаться на маму и Зака. Это первый шаг к тому, чтобы стать прежней. Машина, да. Осторожно. Нервничаешь, потому что не ты за рулем? Ах ты, трусишка! Потише, детка. Помедленнее, я волнуюсь. Я чувствую, что вернула свою свободу. Детка, ты молодец. Она прошла долгий путь. Я с самого начала была рядом, помогала ей во всем. А теперь пора отпустить ее в свободный полет. Мне терпится узнать, что меня ждет. Восьмой месяц. Что, едем в клинику? Раньше я все время проводила в своей комнате. Ничего не делала. А сейчас начала путешествовать. А теперь у меня есть причины каждый день выходить из дома. Это может быть как мотивация. Сегодня я еду к доктору Назардену. А ну покажите ее. Если весы покажут меньше 230, я буду счастлива. Это тоже немалый вес. Не, она стала меньше, я уже вижу. Но она виза. Но я буду довольна. Она меньше стала. Она похудела. Ну, я прав. Потери веса 55 килограммов. За последний месяц ушло 800 граммов. Я потеряла слишком мало. Нет, нихрена, я ошибся. Это неплохо. Нет, меньше килограмма. Ты могла набрать столько же? Как я могла их набрать? Для этого надо есть. Но у тебя же все под контролем. Спорим, он будет недоволен мной. Еще и родственники подкалывают. А по факту стопудово нажрало вот то, что едят они. Тысячу процентов. Камеры уходили. Начиналось мороженое и тому подобное. Доброе утро. Здравствуйте. С такими родственниками, конечно, добиться результата. Как часто вы питаетесь? Всего один раз в день. И это все? Больше не могу. Кристина говорит неправда. Брэшет. Она хорошо справлялась, но в этом месяце почти не сбросила вес. Я боюсь, что она вернулась к прежним привычкам в еде. Вы должны соблюдать диету. Когда я пытаюсь поесть, у меня болит желудок. Да, да, да. Неприятные ощущения связаны с желчным пузырем. Ясно. Быстрая потеря веса провоцирует образование желчных камней. Но если приступы участятся, нам придется понаблюдать за ней в больнице. Сейчас я хочу подождать. Убедиться, что вы ведете активную жизнь и правильно питаетесь. Не едите фастфуд и прочее. Ясно. Если будут боли или какие-то проблемы, звоните мне. Хорошо. Встретимся через три недели. Спасибо. Хорошо. Ей нужно продолжать активно двигаться, соблюдать диету и худеть дальше. Я что-то думал, что она похудела, если честно. Мне трудно, ведь я стараюсь как могу. Не знаю, что еще делать. Девятый месяц. Ты сегодня ела? Не ела. Нужно поесть. Ты должна питаться... Боже мой. ...не реже трех раз в день. Чем? Я ем один раз в день, и мне плохо. Зачем повторять это дважды? Ты загубишь желудок, если не будешь есть. Это все из-за операции. Обычно, когда я что-то съедаю, то вскоре после этого чувствую боль. Не хочешь пожевать сыр-косичку? Давай. Это про... Это сыр-косичку. Пэ-пэ. ...поисходит с тех пор, как я вернулась домой после операции. Это пугает и расстраивает. Я не хочу заболеть, испортить желудок и остаток жизни питаться через капельницу, чтобы избежать обезвоживания. Поэтому пойду в амбургер съем. Когда я слишком долго нахожусь на ногах, у меня кружится голова, и кажется, что сейчас стошнит. Ты ешь недостаточно белка. Неправда, Джесс. Правда. Похоже, операция мне не помогла. Да, все проблемы в операции. Больше ни в чем. Кристина испытывает боль после приема пищи. Она два дня не вставала с постели. Я давно не ела нормально. Даже простая вода вызывает боли в желудке. Что, капли? Я не знаю, в чем дело. Кристина, детка. Я не голодна. Знаю, но ты должна поесть. Тебе станет лучше. Я не сумела ее покормить. Она говорит, что после еды очень сильно болит желудок. Детка, я пойду. Отдохни немного. Я попозже еще зайду. Ну, если не обмануть, то что-то начать не так. Она не двигается. Я впервые вижу ее в таком состоянии. Да. Посмотрите-ка, у них огромная, блин, скорая машина. Вот реально огромный такой, блин, квадрат Малевича. На следующий день Кристину забрали в больницу с сильной болью в животе. Что, камни? Сюда? Да, вот сюда. У Кристины желчно-каменная болезнь. Быстрая потеря веса спровоцировала образование камней. Надо удалять. Придется удалить желчный пузырь. О, как. Вдруг во время операции что-то пойдет не так. Я боюсь, что она умрет. Я вешу 300 килограммов. История Кристины. Я вешу 300 килограммов. История Кристины. И похудеем. Кристина в тяжелом состоянии. У нее камни в желчном пузыре. И она не может есть из-за сильных болей. Нужно немедленно устранить проблему. Сейчас нам придется удалить ей желчный пузырь. И она тогда снова вернется к положительной динамике. Она очень слаба, и я волнуюсь. Я надеюсь, и молюсь, чтобы ей хватило сил перенести все это. В желчном пузыре были камни. Мы удалили его. Она хорошо перенесла операцию. Ну, посмотрим. Детка. Если спит, пусть отдохнет. Привет, детка. Боже, как больно. Больно? Так должно быть, детка. Ты молодец. Просто молодец. Операция прошла хорошо. Кристина многое перенесла. Надеюсь, теперь все вернется в прежнюю колею. Три недели спустя. Угу. С тех пор, как ты попала в больницу, как будто прошла целая вечность. Кристина пережила тяжелый период реабилитации после операции и теперь должна оставаться в больнице. Она пропустила рождение племянника. Ничего страшного. Я пропустила появление на свет племянника и первые две недели его жизни. Это очень грустно. Ты можешь пропустить больше. Я все пережила. Все остальное уже. Я готова ехать домой. Увидеть своего племянника. Я готова все это пережить и преодолеть все трудности. Готова ехать домой и повидать племянника? Конечно. Покажи мне его. Привет, приятель. Я тебя люблю. Вот он и с нами. Да. Я пропустила четыре года жизни, сидя в запертии в комнате. Я ничему не позволю снова встать на моем пути. Десятый месяц. Нынешний вес – 229 килограммов. Потери веса – 68 килограммов. Напоминает мой первый день в начальной школе, да? Да. Мы тогда гуляли вместе в парке. Долго-долго. После операции я могу дольше ходить сама. Веду более активный образ жизни, чем раньше. Молодец. Могу сама одеться, могу сама принять душ. Мне нравится делать все самой. Разогналась. Хотя 10 месяцев прошло. Надоело лениться. Я как будто снова вижу ее первые шаги в детстве. Пошла мотивация, да? Спустя 10 месяцев. Да. Меня восхищает, что она сумела снова встать на ноги. Ну как ты? Хорошо, спасибо. Хочешь погулять еще? Да. Давай. Ну пойдем. Я заставлю себя упорно трудиться, чтобы продолжать терять вес. Ты должна делать это каждый день. Надеюсь, будет мотивация. 11 месяц. Плюс еще месяц. Нынешний вес 214 килограммов. Еще похудела. Потеря веса 83 килограмма. Эй, Зак. О, они вместе спят. Давай. Когда я жила в Миссиси. Как они на этой кровати влезли. Так в плитирочку. Это не выходило из дома. И мало что могла делать сама. Я встал. Вылезай из постели. Теперь все изменилось. Я хочу перевернуться. Мы с мужем, наконец, можем спать в одной постели. А, муж. Мы годами этого не делали. Стареешь, да? Я как будто вернула себе жизнь. А, типа начала уже хотя бы сама мыться? Я теперь могу гораздо больше. Ни Заку, ни маме не нужно все делать за меня. Я рада, что большую часть вещей могу делать сама. Не, ну слушайте, мне кажется, она реально меньше прям стала. Ноги иногда болят, поэтому я иногда хожу с ходунками. Я знаю, что это временно. Сейчас я как никогда близка к самостоятельности. Я стала более независимой. Это непривычно для меня. Я вечно пряталась от мира. Но теперь мне не терпится влиться в него. Я бы ходит. Прошлый раз я была в продуктовом магазине пять лет назад. Мое отношение к еде сильно изменилось. В лучшую сторону. Я не завишу от еды и не поддаюсь искушению. Детка, хочешь цыпленка? Тебе можно. Ни калорий, ни сахара. А сколько белка? Один грамм. Мама молодец. Она справилась. Больше мне не потакает. О, ну это другое дело мяса. Вся моя семья изменилась, и они поддерживают меня. То есть все-таки прошло время, и начали хотя бы тебя правильно кормить, да? Некоторых дорог нет конца. Они приводят к началу. И иногда так даже лучше. Какая мотивационная речь. Год? Двенадцатый месяц. Нынешний вес – 193 килограмма. Потери веса – 105 килограммов. Ну, неплохо. Ну, все равно ни хрена, ни мало веса, но неплохо. Сегодня мы с Заком собираемся в местный колледж. Я хочу пойти учиться. Я предпочла бы что-то, связанное с медициной. Два года назад я бы не пошла на это. Но теперь я гораздо ближе к своей цели. Не, ну, меньше. Я уже вижу прям… Я горжусь собой за то, как много я прошла, и еще пройду. Кристина, здравствуйте. Я вам все покажу. Ух ты! Очень мило. У меня была мечта работать медсестрой. Наконец, я могу воплотить ее в реальность. Здесь очень мило. Этот год многое значил для меня. Первый год, когда я довольна собой и не сижу в заперти. Скоро увидимся. Большое спасибо. Удачи. Спасибо. Я близка к своим целям. Ничто меня не остановит. Две недели спустя. Она рада к доктору Назарду, но поедет, да? Фиксировать результат. Мы едем в магазин одежды. А, нет. В последний раз я покупала там себе одежду пять лет назад. Немного нервничаю, но я рада. Здравствуйте. У магазин тоже, да, для больших людей? Я хочу одеваться, как все молодые девушки. Мне нравится. Правда? Да. Например, как моя сестра. Ну вот. Это тебе идет. Спасибо. Пожалуйста. Многое изменилось. Я горжусь тем, что так сильно похудела. Меньше, да. Я, наверное, возвращаюсь в человеческое общество. Ну, еще, конечно, худеть и худеть. Просто прелесть. Да, мне нравится. Мило. Пятьдесят шестой размер. Раньше в магазине невозможно было найти то, что мне подойдет. А теперь легко. Вы стройнее, чем вы думаете. Пятьдесят шестой хорошо сидит. Не нужно искать размер побольше. Теперь вы гораздо стройнее. Удачная покупка? Да. Пожалуй, я вошла во вкус. Ну вот. Сегодня был удачный день. Впервые за долгое время мое будущее радует меня. Две недели спустя. Ну вот, все, год. Сегодня я еду к доктору на взвешивание. Больше года назад я не могла и представить, что столько добьюсь. Я была просто недовольна жизнью. А теперь надеюсь услышать, что я по-прежнему на правильном пути. И узнать, что я сбросила больше, чем в прошлом месяце. Мисс Филлипс? Нет. Давайте. Потери веса – 121 килограмм. Молодец! Добрый день, Кристина. Здравствуйте. При нашей первой встрече вам было трудно ходить и дышать. А теперь вы молодец. Я вами горжусь. Вы справились. Спасибо, доктор. Увидимся через пару недель? Да. Хорошо. Кристина молодец. У нее есть стимул. Рад видеть, что она не зависит от других. Я доволен ее прогрессом. Все. А что дальше? Мне еще очень многое предстоит. Я поступлю в колледж. Буду работать. Путешествовать. Планов много. Так что это не конец пути. Это только начало. Интересно, а что дальше? Вот, типа, есть какие-то еще кадры? Надо сейчас поискать. Может быть, есть какие-то фоточки, как она сейчас выглядит? Или ни херна не поменялась? Сейчас, ребята, поищу. Короче, ребят, я нашел. И посмотрите, что я нашел. Вы посмотрите. То есть, спустя время она, бляха-муха, похудела. Мать его, за ногу. Офигеть просто-то, а. Ну, типа, фотки. Это уже не с проекта и тому подобное. Офигеть. Это вот эта Кристина. То есть, все-таки, наверное, ее настолько все это замотивировало, что она потом начала реально худеть и худеть. Офигеть просто. Насколько человек реально... Ну, грудь тут большая тоже, конечно, еще. Насколько она поменялась? Либо есть какие-то... А, вот это... То есть, она потом, наверное, потом участвовала в проекте. То есть, возможно, есть какое-то продолжение. Ну, я не нашел именно на Ютубе. Видите, то есть, вот эта же комната, где она, в общем-то, взвешивалась. То есть, возможно, было какое-то продолжение проекта. Но на Ютубчике его не видно. Но у нас, блин... Да, вот, с Назарданом она... А, у нее, наверное, было по удалению кожи. Офигеть просто, ребят. Ну, если вдруг найду, и вам зашло, снимем продолжение всей этой истории. Но вот, слушайте, можно сказать, хэппи-энд. То есть, все-таки, реально, девчонка взялась за себя и вот похудела. Офигеть просто. Так что не нойте. Не говорите, что у вас там кость толстая. Это там с рождения такое и так далее. У меня генетическая предрасположенность. Вот вам пример. На самом деле, просто вот питание и труд все перетрут. Ребята, вот такой вот у нас был выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Напишите свои мысли в комментариях. И подпишитесь на этот лайв-канал. Это лайв-канал. Здесь для вас будут выходить разные интересные выпуски. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok